Мы решили написать эту книгу, поскольку тема очень востребована. Все чаще нам, как консультантам, поступают запросы от разных компаний, помочь в командообразовании, управлении командой, запросы на фасилитацию стратегических сессий. И мы решили, что будет полезно обобщить наш опыт и написать о том, что сейчас действительно очень актуально для бизнеса. Я думаю, что есть несколько категорий идеальных читателей. Во-первых, это владельцы бизнеса, которые так или иначе задумываются о том, как им превратить свой коллектив в команду. Во-вторых, это HR, те, кто непосредственно этим на практике занимаются. В-третьих, это руководители рабочих групп, те, кто управляют проектами, перед ними стоят сходные задачи. Вот, наверное, основные категории. Хотя еще раз повторю, что в принципе те правила, о которых мы говорим, они применимы практически ко всем областям жизни. Это работает и для спортивной команды, для ее менеджмента и так далее. Это та модель, на которой основана вся наша идеология, все базируются на этом. Это модель, где есть 8 ролей. Если я сейчас начну рассказывать о каждой, это займет очень много времени. Но вот эта модель, она лежит в основе всего. И более того, жизнь показала, что это работает не только в команде образования. Например, те же самые психотипы позволяют очень эффективно описывать клиентов с точки зрения продаж им, исходя из того, какие варианты потребительского поведения демонстрируют и вообще поведение в быту. Да, вот, собственно, очень рекомендую прочитать книгу, где эта модель подробно изложена. Вот я боюсь, что это та область, собственно, и любая область в бизнесе, где нет волшебных таблеток и рецептов, позволяющих одним ударом все проблемы решить. Всегда это построение системы, которым надо заниматься глубоко, достаточно долго, и главное, понимать, что ты делаешь. Вот, собственно, продвинуться в понимании. Я надеюсь, наша книжка поможет. Ну, опять же, здесь очень помогает наша модель, потому что она позволяет выявить, между кем конфликт происходит, между какими ролевыми функциями. И, соответственно, для каждого типа функций и конфликтов между ними существуют свои методы подхода. В этом тоже в нашей книжке написано. Это, в первую очередь, вопрос мотивации и вопрос энергетики. Команда должна постоянно подпитываться энергией, с одной стороны. С другой стороны, команда должна быть достаточно мотивирована для того, чтобы ей было интересно заниматься тем, чем она занимается, чтобы у нее были достаточно амбициозные цели, причем такие, которые пока не достигнуты. При этом не должно быть избыточного давления и не должно быть, так называемого, профессионального выгорания. Вот, собственно, в этом случае более или менее удается это состояние поража сохранить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok